Приветствую друзья на канале Афишинг Поздравляю вас по уже сложившейся традиции с пятницы Итак, друзья мои, на повестке дня выставка Рыболовная выставка, очень приятное, классное событие Которое означает, что уже считанные дни буквально после выставки Остается до открытия сезона И это очень, конечно же, прекрасно В общем, сейчас все мои мысли поглощены тем, чтобы Классно все снять Преподнести вам новинки в удобной доступной форме И хочу сделать небольшое объявление Есть предварительная договоренность Я связался в соцсетях с некоторыми производителями Которые согласились любезно и дать интервью Представить нам свои новинки на выставке И у меня такая идейка появилась Возможно, у кого-то из вас будут вопросы То есть вы смело в комментариях под этим видео или под любым задавайте вопросы Я себе их перепишу или заскриню И на выставке задам непосредственно производителя Сейчас я вам прочитаю быстренько С кем у меня уже есть договоренность Значит, по спиннингистам Потому что я знаю, некоторые из вас увлекаются не только матчевой ловлей, но и спиннингом Поэтому будут и спиннингисты у нас на выставке Значит, компания Сальма Возможно, удастся поймать Дмитрия Корозенкова И он выделит нам пару минут для того, чтобы ответить на ваши вопросы Дмитрий Корозенков Там уже более 10 раз чемпион мира Друзья мои В различных видах ловли Так, потом по идее фаворит Там будет какой-нибудь специалист Точно я еще не знаю Возможно, Павел Лесоцкий Там или еще Ну, в общем, есть ребята в этом деле Шарящие по-настоящему Далее Дороговая марка трофея будет Александр Кубай Сам спортсмен Сам опытный карпятник В общем, если будут у вас вопросы Пожалуйста, задавайте Торговая марка Брейн Обязательно Мы, конечно же, к ним подойдем К их нему стенду И Не знаю Михаил Богданович Возможно Возможно, удастся поймать нам Мегамозг Торговой марки Брейн Илья Краснов И он ответит Они ответят на ваши вопросы Технокарп Будет Спасенов Сергей Тоже человек проводит Сам соревнования В общем, тоже Активный спортсмен Профессиональный Карпятник Опытный Можно будет задать ему Тоже вопросы Простите Пугач Алексей Пугач Чемпион Украины По фидеру Торговая марка G-Stream Они не будут представлены На выставке Конечно же Спросим Почему они не представлены Но С Алексеем Я договорился В соцсетях И Он с удовольствием Ответит на ваши вопросы И даст Короткое интервью Каналу Афиши Так И будет Карп Классик Бэйс Тоже уже Договорился я Тарас Чихман Очень интересный Такой Неординарный Я бы сказал Человек Необычный Мне очень Хочется с ним Тоже лично И познакомиться И возможно У вас будут Какие-то вопросы У них такие интересные В Карп Классик Бэйс Новиночки Есть Представлены Как для фидера Так и для Карпфишинга В общем Интересная торговая марка Будет она представлена Тарас покажет Новинки И ответит на ваши вопросы В общем Друзья Вы смело Любой вопрос Задавайте Я себе Переписываю Говорю От кого И в общем В таком ключе Помимо То что мы Посмотрим Новинки Нам еще Удастся Позадавать вопросы Поэтому Задавайте Не стесняйтесь Любые вопросы Так Ну и мы Переходим Собственно К тому Ради чего Мы с вами Здесь и собрались Сегодня К бложику Так Поехали Сергей Кармазиненко Сергей Кармазиненко Здравствуйте Дмитрий Спасибо Так Видео За то что вы Смотрите Мое видео Так Хотелось бы Узнать Ваше мнение Или владельца Фидерного удилища Мэп Параболик С 12 футов До 70 грамм Подбираю себе Удилище Топ Класса Для Лозера В классе Медиум Вот я обратил На мап Внимание Многие Его хвалят Но в интернете Не так много О нем Отзывов В первую очередь Интересует Имеет ли это удилище Запас прочности Качество вершинок Колечек Катушка Держателя И пробки Может что то другое Посоветуйте В качестве Альтернативы Нравится Также Земакс Заранее Спасибо за ответ С уважением Сергей Друзья Давайте Кто Мап Параболик С 12 футов До 70 грамм Сталкивался Имеет опыт Использования Это удилище Пожалуйста Ответьте Сергею Карамазин Видео Готовимся Поводочниц Вяжем Поводки Так У меня к сожалению Сергея абсолютно Нет опыта Я даже в руках Не держал Такое удилище Поэтому ничего Сказать не могу Ну Топ класса Если вы подбираете Для озера Все таки Я не знаю Почему все 12 футов Это 3,60 Почему все Начинают Или подбирают Или ищут Своё удилище 3,60 Я бы брал 3,90 Потому что я тоже Как и все Начинал С 3,60 И тоже В конечном итоге Я пришёл К 3,90 И даже К 4,10 Длине удилища Мало есть Моментов Где вы будете Ловить Удилищем 3,60 И не сможете Ловить Удилищем 3,90 Это Ну даже Наверное Практически Таких нету А вот Рыбалки Где вам Нужно будет Подлиннее Удилища И Подальше Заброс Будут Присутствовать Обязательно Поэтому Все таки Может вы Рассмотрите Чуть более Длинное Удилище Вот это Что я могу Посоветовать И еще Если топ Класса Ну Если есть Возможность Сальмо Турнамент Посмотрите Тоже Это Удилище Все Хвалят Однозначно Народ Очень Доволен Вот И там Соточка 100 грамм Тест И 3,90 Вот это Просто Действительно Удилище Топ Класса Так Надеюсь Сергей Я вам Ответил Мы Переходим Спасибо вам За комментарий Огромное И Друзья Пожалуйста Ответьте По мапу Сергею Кто Имел Опыт Переходим Дальше Відео Готовимся Кребалки Повязушки Антон Роговский Доброго дня Пане Дмитре Дуже Гарне Пізнавальне Відео Вже 4 роки Займаюсь Карпфішером Проте В цьому році Вирішив Відкрити Для себе Флет Фідер Порайте Будь ласка Більш-менш Нормального Виробника Флет Кормушек Особисто Я наразі Розглядаю Тембрайн Або Фідер Спорт Що можете Сказати І зазначено Питання Дуже дякую Спасиба Антон Роговский За вопрос Впринципе Так Тембрайн Ну Однозначно Большие Кормушки Класс У них Вот эти XL Ну большие Которые Я показывал Мне понравились Они Очень И Если Так Из более Высокой цены То Престон XL Кормушечка І Впринципе Вот эти Два Вида Вам Будут Полностью Достаточно Ну Чтобы Понять Флет Фідер Темболі Если Вы Четыре Года Занимались Крупфішингом Уже Опыт Однозначно Есть У вас Ещё Значит Большие Брейн И XL И XL Престон Они Будут Просто Поменьше Тоже Называются XL Вот Закрыть Все Вопросы Я думаю Для старта У Фидер Спорт Тоже Неплохие Кормушки Но Если Мне Память Не Изменяет Меня Смущало То Что Там Тонкие Чуть Чуть Тонковатые Рёбра В общем Ну Как Альтернатива Тоже Недорогие Такие Если Нормальные Кормушки Себе Ловить Ими Однозначно Можно Вот Ну Я Бо Рекомендовал Вот так Вот Закрыться Лично Я Сейчас Закрылся По Флет Фидеру Именно Вот Такими Кормушками Это Престон XL 45 грамм И 60 грамм Брайан XXL Вот Не помню По-моему Или XL И плюс У меня Еще на Карасика Есть Маленькие 20 граммовые Брайан Тоже Кормушки Тоже Похожи Не на Престон Но Чуть Не Такие И цена Там Соответственно Тоже Немного Ниже Еще Друзья Вот Что Я Заметил Такая Тенденция По удовольствию Вываживание Наверное Даже Превосходит Да Простят Меня Карпятники Потому Что Все-таки Удилища И снасти Более Изящные А По цене Намного Дешевле Обходится Реально Намного Дешевле Обходится Рыбалка На Флет Фидер Чем Карпфишинг Вот Заметил Я Такую Тенденцию И Это Ну Много Просто Много Карпятников Ушли Уже С С Скарпфишинг Во Флет Фидер Вот Такая Хорошая Для нас Наверное Новость Конечно Чем Больше Будет Развиваться Флет Фидер Тем Более Будут И Производители Обращать Внимание На Это И Будет У нас Больше И Выбор Товаров И Качественные Товары Будут Появляться В общем Прикормки И Уделище Это Все Будет Расти И Это Прекрасно Так Антон Роговский По Крымушкам Я Ответил Спасибо За Хороший Добрый Комментарий Спасибо За Вопрос Мы Переходим Дальше Тоже Видео Повезушки Готовимся К рыбалке Роман Абрамчук Привет Димон Соглашусь С антисепаром Насчет Роста Канала Это Очень Приятно Что Нас Встает Много Может Настанет Время Когда Мы Еще Вырастим И Создадим Общество В интернете Думаю Среди Нас Есть Люди Которые В этом Деле Компетентны Надоело Думать Где Качество По Спортивному Половить Карпа Мне Интересно Реально Ли Такое Лето Останется Моей Мечтой Вместе Мы Сможем Все Спасибо Роман Абрамчук За Классный Комментарий За Добрые Слова Сушняк Дикий Почему Даже Не Пил Вот Если Напился Вчера То Хоть Бы Не Так Обидно Было Так Я В Этом Ключе Последнее В крайнее Время О том О чем Вы Говорите Что Может Мы Вырастим В Реальное Сообщество Не Только В Интернете Я Очень Много Стал Думать Потому Что Я Смотрю На Рост Канала Действительно Если Все Пойдет Такими Темпами То Действительно И Однозначно Придется Нам Ну Не то Что Придется Мне Самому Я Сам Этого Хочу Собираться Нам Вместе Рыбачить И Создать Какое-то Такое Сообщество Не Только В Интернете А В Реальной Жизни Что Ну В Об 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 Этого Я Очень Сильно Думаю Потому Что Канал Растет Но К Сожалению Вы Знаете В Принципе Время И Желание На Это Есть Но Пока Нету Финансов Возможно Появится Какой-то Сильный Спонсор Который Будет Ну В Каком Ключе Во Первых Нужно Хотя Бы Для Старта Снять Помещение Где Мы Могли Собраться Потом Это Однозначно Что Не все Смогут Приехать Например В тот Город В котором Мы Сможем Собраться Поэтому Возможно Даже Какая-то Помощь Людям Которые Хотят Собраться Но Не имеют Финансовой Возможности На это Тоже Нужны Будут Деньги Потом В идеале Я вообще Мечтаю Когда-нибудь Снять Целое Озеро Арендовать На день Два Три И Собрать Подписчиков И вместе Порыбачить Какого-то Шашлычка Покушать Вместе Вот Это Все Было Очень Приятно Но Пока Друзья Единственный Фактор Который Сдерживает Эти Все Мои Мечты И Стремления И ваши Как я Смотрю Это Финансовая Составляющая Конечно Канал Растет Если Канал Начнет Давать Какую-то Прибыль Я Ни в коем Случа Не собираюсь Тратить Эти Деньги На Себя Каким-то Образом Все Будет Идти Однозначно В развитие Канала И Вот эти Вещи О которых Я говорю О том Чтобы Собраться Нам Месте И Собираться Регулярно Однозначно Будут Вкладываться Тоже Какие-то Деньги Но Пока Прибыль Канал Не Приносит Только Удовольствие Друзья Мое От общения С вами Сегодняшний День Я вам Так Скажу В Поза Прошлый Месяц 4 Доллара Канал Принес Заработка Сумасшедшие Бабки Вы с вами Понимаете Что Хватает Как раз Заплатить За интернет За месяц Вот Поэтому Вот так Ну вот Сдерживающий Фактор Пока Что Денежка В общем Будем расти Будем развиваться Друзья Во многом Это зависит От вас Если Вы Обратили Внимание Я сейчас По чуть-чуть Вставляю Рекламу В видео Там 2-3 Ну тоже Психовать Как некоторые Там Блогеры Ставят 50 реклам В 10 Минутное Видео Нет смысла Ну Какую-то Рекламку Раз в 10 Минут Я буду Вставлять И В общем Ни к чему У вас Не призываю Потому что Это Запрещено Правилами Сообщества Ютуб Призывать Своих Подписчиков Там Нажимать На рекламу И Тому Подобное Ну Друзья Вы Меня Поняли Да И Еще От вас Какая На сегодняшний день Может быть Помощь Дорогие Подписчики Делитесь Видео Ставьте лайки Комментируйте Все Это Это Сложно Но В конечном Итоге Это Вылится В то Что мы Будем Собираться Мы Будем Получать Удовольствие От Совместной Рыбалки Вот Поэтому Роман Абрамчук Спасибо Вам Что Вы Думаете В этом Ключе Тоже Вместе Со мной Мыслите Одинаково И Спасибо За Ваш Комментарий Даст Бог Я так Думаю Но Если Ничего Не Произойдет Сверх Естественно Это Уже В Следующем Году Мы Я думаю Сможем Собраться Думаю Сможем Собраться Каким То Образом Вот Еще Я тоже Я бы Очень Хотел Оказать Помощь Людям Тем Ну Хорошо Соберем Сумму Определенную На Водоем Или На Помещение Какое Но Я бы Очень Хотел Оказать Помощь Людям Тем Которые Не имеют Возможно Приехать Сами То Выделить На билет Денежку Туда Сюда На Вот Эти Все Проблемы И Ну Реально Потому Что Ситуация Ткает Что Не Все Могут Там Себе Позволить Вот Поэтому А хочется Собрать Всех Ну В этом Все Друзья Разговорился Переходим Дальше Роман Абрамчук Спасибо Вам За Комментарий Я надеюсь Вы Меня Услышали Это Я Обращаюсь Ко Всем Подписчикам Канала Фишинг Мы Переходим Дальше Готовимся К рыбалке Видео Повезушки Антисепар Дима Спасибо Тебе За твою Работу Спасибо Антисепар За Вашу Благодарность Очень Интересно Наблюдать Как растет Канал И улучшается Качество Контента Ну Над этим Мы Работаем Друзья Если Я Даже Сам Пересматривал Свои Первые Видео И Реально Растем Надеюсь У меня Получится И снимать И рыбалки Классно Качественно Чтобы Всем Нравилось Потому что Конечно Есть Недовольные Хотя Такие Недовольные Они Останутся Недовольными Так Уже Приобрел Такую Поводочницу Доволен Как слон Благодарю Что Помог Разобраться Ну Всегда Пожалуйста Ради Этого Канал Фишинг И Создан Чтобы Помогать Разбираться И Кстати Друзья Еще Хочу Сказать Что Потому что Я считаю Ваши советы Вы делитесь Опытом А опыт Бесценен И за это Я вас Конечно Благодарю На говнометатели Не обращаю Внимания Ну Я стараюсь И не обращать Они всегда будут Тем более Чем больше Канал Тем больше Появляются Зависливых Людей То есть Если Какая-то Критика Идет Обоснованная Критика Они Действительно Как антисепар Написал Говнометатели Тупые Какие-то Просто Какашкой Бросить Потому что В человеке Много Говна Поэтому Нужно В кого-то Излишки Выбрасывать На таких Я просто Даже не буду Обращать Внимания И Читать Их Комментарии Не буду Чтобы Не отвлекать Не забирать Ваше Время На Глупости Дураков Учить Это Вы сами Знаете Бесполезное Дело В общем Так Антисепар Спасибо Огром За коментарий За поддержку Вашу Переходим Дальше Видео Готовимся К рыбалки Марьян Павлица Привет Дима Дякуем За відео Что ты можешь Сказати Про поводки На флет И Чи буде Відео На канале Про Ровязание Простых И Волосиных Поводок Из нитки Лески И теперь Дякую За відео Да У меня Запланировано Видео Друзья Мои По Вот мы Запомнили С вами Поводочницу Для фидера И для поплавка А еще Конечно же Мы заполним Поводочницу Для флет Метод Фидера Однозначно Будет Видео Спасибо Марьян Павлица За ваш Комментарий И за ваш Вопрос Я покажу Так же Как и Показал В этом Видео Какие поводки Я заготавлю Какие мне нужны От каких Отказался Вот это Все будет Спасибо Марьян Павлица Еще раз Здравствуйте Так Так Вот тут Ну много Комментариев И много С советами Много Есть С критикой В общем Ну Такой Не всегда Я соглашусь Но тем не менее Спасибо Друзья За то что Пишите Отратите Свое Время Так Валерий Васильев Когда затягиваете Узел на крючке При вязании Поводков Монку Нужно Тянуть Под узлом 90 градусов По отношению К крючку Избежите Спиральки Возле ушка Это тоже Готовимся к рыбалке Видео Я понял вас О чем вы говорите Но Валерий Васильев Огромное Спасибо За ваш Совет 90 градусов Друзья Мои Но мне Достаточно Того Что я Смачиваю Слюной Узел И Спиралька Уже Что ж Такое Спиралька Не получается Если На сухую Затягивать То Поводок Никуда Не Придется Перевязывать Спасибо Валерий Васильев За совет Друзья Мои Вы Поняли Когда Затягиваем Узел На крючке Вот Допустим Здесь Ушко Нужно Тянуть Под 90 градусов Как Под 90 градусов Сюда Значит Я так понял От крючка Ну в общем Я понял Вас Спасибо За совет Так Переходим Дальше Спасибо Валерий Васильев За совет И за Комментарий Переходим Дальше Тоже Видео Повезушки Наши Сергей Ростовский Дима Ще Хотелось Щоб Ты Знял Дотальное Видео Про Те Як Вязати Правильно Різни Виды Для Кормушек Буду Чекати Дякую Спасибо Сергей Ростовский За Комментарий За Пожелание Ну я Чуть Чуть Не Совсем Вас Понял У Меня Есть В принципе Плейлист Целый Узлы Монтажи И так В плейлисте Фишинг Бокс Много Всевозможных Узлов И я Пока Что На Сегодняшний День Выложил Все Узлы Которые У меня Сейчас Активно Пользуюсь То есть Показать Что То Еще У меня Пока Что Нет Если К чему То Приду К Узлу Какому То Обязательно Покажу Ну и Вы Более Подробно Что Вы Имеете Ввиду Резни Выдав Узлив Для Кормушек В принципе Узлы Для Кормушек Это Паттерностер Если Я Правильно Вас Понял И Асиметричная Петля И Плюс Еще Я Перешел Полностью Сейчас На Асиметричную Петлю Потом Петля В Петлю Чтобы Крепить Кормушку Поводок И Т.п. Петлю Восьмерочку Делаю Узел Восьмерка Потом Крючок Привязываю Увидели Каким Узлом И Безузловой Так Назваем Узел Для Волосяной Оснастки Вроде Бо И Все По Узлам Так Что В Принципе И Снять Ну Показать Нечего Я Мог Насмотреться Насчитаться Узлов Каких Новых Там Лишь Бы Заполнить Контент Канал Но Друзья Мои Я показываю То Чем Я пользуюсь В общем Сергей Ростовский Огромное Спасибо За ваше Пожелание Если Я вас Неправильно Понял Вы Обязательно Прокомментируйте Еще раз Так Мы Переходим Дальше Бложик 22 Александр Скворцов Всем Дратуйте Здравствуйте Я его Перевожу По поводу Бюджетных Прикормок Для Флет Метода Действительно Хорошие Смеси У Карпио И Эстебейс Сам Пробовал Очень Качественные Хорошо Лепятся И рыбка На них Реагирует Если Нужен Сладкий Вкус Это Джи Стрим Премиум Биг Фиш Во все Это Можно Добавлять Ароматизаторы По ситуации Неплохие Методные Прикормки Также У Траппер А вот Тут Не Соглашусь Как Методные Прикормки Мне Траппер Абсолютно Не Понравился А понравился Их И Пельчишки И Прикормки Как Добавка К прикормке Вот так Теперь Еще раз О количестве Крючков На снасти Флетмета Тут На мой Комментарик Видео Убийца Карся Ответил Саша Царев Это Про то Сколько На снасти Должно Быть Крючков Саша При всем Уважении Советую Посмотреть Видео Как Кормится Карпи Как Работает Флеткормушка Под водой Куда Там Лепить Два Поводка Я просто Не представляю Два Крючка На такой Снасти Будут Друг Только Мешать Поэтому Я написал Что Снасть Выключается Два Крючка Уместнее Ставить На снасти С кормушкой Арбузиком Или спутником Когда Один Поводок Снизу А другой Несколько Выше Кормушки На флет Методе Только Один Крючок И тогда Снасть Будет Работать Правильно Ведь На самом деле Шансы На поимку Рыбы Увеличивает Не количество Крючков А правильно Выбранное Место Прикормка Насадка И тактика Всем не хвостая Весна Близко Благодарю Александр Скворцов За комментарий Полностью Согласен Тут Руслан Гапонов Еще Прокомментировал Александр Скворцов Молодец Саша Хорошо Сказал Согласен Согласен Александр Скворцов С тобой Спасибо За комментарий Так Так Проходим И дальше Ох Быстро Полчаса Уже Почти Пролетел Все Камеру Переключил Так Работает Работает Хорошо Точно Работает Работает Так Ложник 22 Юрий Чубок Покабра Привет Юрий Чубок Так Привет Димон Подскажи Пожалуйста Вот я Заказал Билет На весеннюю Выставку Мне он Пришел В ПДФ Файле И написали Чтобы я Распечатал Его Подскажи Как Где И что Нужно Делать С моим Электронным Билетом Да Ты Юра Распечатал Свой Билет И просто С этим Билетом Уже Идешь На Выставку Показываешь Там Четенько Все Показываешь Проходишь Билет Одноразовый Действует Только Один День Ну В принципе Вот так В любой День Я так Понимаю Можно Прийти Так Тут Суд Ответил Ну Действительно Я Тоже Первый Раз Терялся Не Понимал Что Куда Зачем Сейчас Все Просто Кстати Прошлые Года На Выставке Была Халява Что Ж Такое Друзья Что Ж Такое Куплю себе Велик Брошу Курить И все Будет Нормально Не Буду Вот Это Постоянно Делать Так По Выставке Прошлые Года Была Бесплатная Халява Можно Было Распечатать Билет И Пройти На Выставку Бесплатно Так Кстати Друзья Мы Котяру Своего Леща Уже Пошел На Поправку Это Ужас Более 40 Уколов Извините Что Отвлекся От Юрия Более 40 Уколов Уже Сделали Потому Что В прошлом Вложике Я говорил Вроде Пошел На Поправку Ужас Просто Простудил Легкие Там Не Делал ему Укол И Вот Он Меня Вот Так Вот Поблагодарил За Это Дело Вот Буквально С утра Передем Как Видео Снимать Почему Потому Что Вдруг Там Где-то Кто-то Увидит Еще Скажет Девол Суицидник Начинает Ужас Так Все Возвращаемся К Юрию Чупакавре Ну Да Вот Значит Была Халява Можно Было Распечатать Билет Бесплатно Потом Билет Стоил 50 Гривен Это На Севышний День Если Вы Приходите Без Распечатанного Это Два Долгра Ну По Моему Мнению Вот Это Неправильно Да Это Копейки Там Тоже Вот Этот Что Распечатать Не Там 20 Гривен Это 70 Центов Ну Я Говорю Так В Долг Чтоб Всем Понятно Было Это Неправильно Производители Выставляют Свои Товар И Производитель Платит За место Потом Человек Который Приходит Хочет Посмотреть Тоже Платит Ну В общем Ну Куда Друзья Давайте Это По моему Мнению Это Выставка Она Должна Быть Бесплатно Да С Производителя Деньги Брать Ну Конечно Они Хотят Представить Похвастаться Там Не знаю Показать Свой Товар Людям Все За Это Понятно А Человек Который Копейки Там Ладно Не будем На этом Сильно Озадачиваться Останавливаться Вот Так Ага Я тут Вижу Боря Рудин Неправильно Прописал Бложик Поэтому Я пропустил Вот Так Распечатали Приходите Еще Друзья Хочу Что Сказать На Выставке Я Буду В Четверг Уже Я Скоординировал Свои Действия Сейчас Я вам Точно Скажу Какое Это Будет Число Это Будет 16 Число 16 Марта Я Буду На Выставке Думаю После Выставки Есть У меня Несколько Замечательных Друзей В Киеве С которыми Мы Пойдем После Выставки Где-нибудь Посидим Попьем Кофейку Поэтому Если Вы Хотите Присоединиться Пожалуйста Присоединяйтесь Пообщаемся На Рыболовную Тематику И Подумаем Развитие Вместе Развитие Картфишинга Тьфу Метод Фидера Вместе Подумаем Так 16 Числа Я Буду Боря Рудин Вот Я Увидел Что Так Юрий Чапокабр Огромное Спасибо За Комментарий Боря Рудин Увидел Я Что Вы Неправильно Прописали Бложик Значит Читаю Ваш Комментарий Привет Димон Поздравляю С 22 Бложиком Спасибо Хочу Купить Катушку Фирмы Брэдфишинг 6000 Что Скажете Насчет Этой Фирмы Ну Насчет Фирмы Скажу Это Хороший Такой Неплохой Китай У меня Сейчас У ребенка Еще До сих Пор Стоит Катушка Такая Типа Спиннинговая Ну На поплавочную Удочку Я поставил Более 10 лет Уже Там Флэш Жок Отломался Подшипники Скрипят Там Все Ребенок Ловит Нормально Хватает Так что Нормальная Фирма Ну Смотрите Сами Вот Той Что Фирмы 6 тысяч Я Не знаю Смотрите Сами Отзывов Мало Ну Почему То Брэдфишинг Вроде бы Неплохая Фирма Вроде бы Сами Производят Снасти Но О них Мало Слышно Мало Отзывов Мало И Какой-то Информации Вот Ну Широщайший У них Ассортимент Поэтому Боря Рунин Спасибо За комментарий Смотрите Почему У вас Не получилось Прописать Божик Потому что Что скажет Насчет Этой Фирмы Вы Не поставили Пробел После слова Фирмы Если вы поставили То был бы Божик Приписан Нормально И Приписывайте Пожалуйста Божик Перед Комментариям Так Мне Удобнее Будет Искать Я Не Пропущу Скорее Всего Переходим Дальше Бложик 22 Станислав Побуделин Дима Здравствуйте Здравствуйте Станислав Уже Около Неделя На вашем Канале И скажу Вам Настолько Я Доволен Этой Находкой Канал Класс Огромное Спасибо Очень Приятно Такие Комментарии Уже С осени Того Года Учусь Ловить На Флет Фидер До Этого Смотрел Канал Сергея Попова Откуда И узнал О Флет Методе Смотря На Ваш Канал Понял И Выкинул В Мусор 10 Штук Убийц Карася Ура Буду Заниматься Правильной Рыбалкой Самый Основной И Более Непонятный Вопрос Для Меня Это Маркерение Купил Карп Про Спот Зон Маркер Кит 85 Грамм Но Даже Не Сображу Как Смонтировать Если Говорить О Лидкорах Монтажах Тут Понятно Но На Эту Тему Видео Внятных Почти Нет Помогите Плиз Огромное Спасибо Канал Ну Лучший Спасибо Станислав Побудилин За Ваш Комментарий За Вашу Похвалу Очень Приятно Честно Честно Очень Приятно Так Надо Подумать Надо Подумать Я Снял Видео Давайте Возможно Действительно Интересный Такой Вопрос Как Монтировать Давайте Может На Следующую Среду Единственное Что Боюсь Что У нас Водоемы Не Откроются Еще Река Уже Открылась Сегодня Проезжал Монтировать Как Пользоваться Вообще На Чем Монтировать Постараюсь Подробненько Объяснить И Рассказать Спасибо За Вопрос Станислав Побудилин Переходим Дальше Так 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 Бложик 22 Видео Игорь Так 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 Игорь Иванов Здравствуйте Дмитрий Здравствуйте Игорь Помнится Вы Покупали Катушки Бальзер Синдикат Как Ощущение Или Не Прижились Да К сожалению Не Прижились В принципе Катушки Классные Собранные Вроде Б Неплохо Размер Там Все Вес Ну Вес Тяжеловат У меня Есть Обзор Удалось С ними Половить И Позабрасывать Кидают Действительно Далеко Но все Так Мне Почему То Не Понравился Вот Этот Конус Шпуля Шпуля Вот Такая Конусная Не ровная А конусная Были У меня Проблемы Когда Хочешь Намотать Нормальное Количество Лески Ну Почти Под Бортик То Постоянно Леска Слетала На этих Катушках И Запутывалась Под Шпуль Вот Такие Проблемы Были С ней Ну А так В принципе Неплохая Катушка Ага Да И У Александра Скорцова Тоже Саша Мне Показывал Были Такие Похожие Катушки Там Флажок У него Сломался На Второй Что-то Ручка Сломалась Я Игорь Иванов Саша Александр Скорцов Пожалуйста Человеку Ответь Ну Я их Продал Просто Друзья мои Честно Он Смотрит Знаюсь Продал Поэтому Сильно Долго Я ими Не Пользовался Вот У Саши Они Там По-моему Сезон Даже Больше Пролежали И Опыта Больше Поэтому Попрошу Бложик 22 Игорь Иванов Подробный Ответь И Спасибо Вам За Комментарии Игорь Иванов Мы Переходим Дальше Бложик 22 Виталик Проскурин Привіт Димон И Всім Рыбакам Привіт Виталик Цікавий Таке Хочу Купить Катушку Думаю Где Краще Чем В интернете Нейти Чем Поїхати На Виставку Можливо Там Будуть Якісь Знижки Де Вигідніше Купить Що Скажете Ну Я Виставку Не Рассматривал Как Площадку Для Покупки Ну Да Действительно Есть Там У некоторых Производителей И Скидки И Все Но Виставку Лучше Все Конечно Рассматривай Как Знакомство С Новинками С Возможность Пощупать В руках Поддержать Те же Новинки Я Много Покупаю В интернете Вы Сами Видите Это Друзья И Вам Я Советовал Ну Прямо На Складе Где Вы Получаете Ту Или Ну Снасть Прямо Открывайте И В руках Смотрите Что Вам Не Прислали Какой То Брак Или Еще Еще Я Не Открываю Открываю Вместе Вместе Вами Потому Что Друзья Мо У Меня Так Идет Лучше Эмоции И Так Вы Видите Сами Что Чистая Правда Чуть ли Не В Онлайн Режиме Что Мне Прислали В Каком Виде Какого Качества Вы Можете Оценить Интернет Магазин На котором Я Покупал И Мне Легче Так Для Вас Создать Мою Эмоцию По поводу Той Или Посылки Вот Поэтому Правильно Да Поэтому Я Не Открываю На Складе Транспортной Компании Но Правильно Вы Если Покупаете В Интернете Обязательно Вскрывайте И Проверяйте Посылку Так Виталик Проскурин Надеюсь Вам Ответил Ну Я Покупаю Большинство В Интернете Действительно Том Можно Найти И Со Скидкой И Со Всеми Делами Так Что Вот Так Благодарю За Вопрос За Комментарий Бложик 22 Так Время Нормально Борис Д Дмитрий Привет Как Всегда Все Познавательно Выскажу Свое Мнение О Вертолюшках С Большим Кольцом Многие Крапятники Считают Что Они Позволяют Поводкус Насадка Иметь Больше Свободы В Их Презентации Второй Момент При Своивании Больших Грузов Крапфишинг 100 Плюс Твердом Дне Гравий Плотная Глина И Т.д. И Силовом Забросе Возможен Загиб Или Поломка Той Части Где Крепится Поводок К Быстросъему Понял При Падении И Приводнении Оснастки И Последующем Ударе От Твердое Дно Кроме Того Просто Удобнее Соединять Поводок Петля В Петлю Сверхлюгом С Большим Кольцом Так что Друзья Выбор Заламень Хвостань Чеши Борис Д. Спасибо За Комментарий В принципе Согласен С вами Ну Вот Я О таком Не Слышан Ну Возможно В Загиб Или Поломка Той Части Но Я Не Слышал Не Стал Ну В принципе Я Не Крот Пятник В чистом Виде Спасибо За Комментарии Спасибо За Ваши Советы Спасибо За То Что Делитесь Опытом Переходим Дальше Бложик 22 Александр Лаки Карп Дима Ты Вундер Кинд Рыбац Церка Ну Это Уже По-моему Слишком Сколько У тебя Желания Учиться И Познавать Это Здорово Да Действительно Друзья Мои Ну Вот И Желание Учиться И Познавать Немеренно Просто Реально Извините СМС Возможно Это Нет Это Не то Что Я Жду Я Жду Очень Важную Посылочку Друзья Не Скажу Какую Но Эта Посылка Непосредственно Повлияет И на Качество Контента На Канале Афишинг И В разы Я бы Сказал Улучшит И Видео И Более Интересные Видео Я смогу Снимать Для вас В этом Сезоне Но Не скажу Пока Какую Это Я Посылку Жду Так Но Качество Контента Улучшит Опять По секрету Так Александр Лаки Карп Учиться И познавать Это здорово Ну Действительно Очень 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 Мало Времени Не хватает В сутки Просто Вы знаете Я вам Да Так Уже Интимных Подробностей Не буду Вам Рассказывать В каких Местах Своей Квартиры Я люблю Почитать Посидеть Книжки О рыбалке Вот Ну Стараюсь Да Стараюсь Не хватает Просто 24 Часов Не хватает Рыбалка Увлекла Полностью Благодаря Еще и Каналу Афишинг Еще Больше Увлекла Это Прекрасно Я уверен Что Подписчики Канала Афишинг Тоже Вундеркинды Все Рыбацкого Цеха Потому Что Мы Вместе С вами Развиваемся Александр Лаки Карп Вот Просто Вы За живое За деле Спасибо Вам За Комментарий Кот Рыбки Уже Хочет У него Болезнь Космонавта Ну Да Это Точно Пускай Выздоравливают Спасибо Вам За пожелание Уже Вроде Б Пошел На Поправку Но Мы Просто Всей Семьей Очень Сильно По поводу Кота Перепугались Потому Что Реально Чувак Сколько Дней Пять Просто Лежал Не Ел Не Пил Не В Толь Просто Лежал Сопли Слезы Ужас Кашляет Чихает Из Шприца Кормили Каждый День К ветеринару На Уколы Ввозили Ну Просто Если Честно Уже Никакой Надежды Мало Мало Надежды Оставалось Ну Вы знаете Все-таки Как член Семьи Ё-моё Вот И Даст Бог Выздоравливает Вроде бы Уже Вчера Там Бегал Уже По квартире Что-то Жрать Даже Сам Попросил Вот Так Что Скорее Все Дело Будет И Такую Еще Историю Вам Расскажу Раз Мы Уже Задели Эту Тему Че Он Заболел Были Морозы Сильные А Он Гулять Начал Пошел Два Дня Не Было Где-то По подвалам Там Тусовался Перемерз Невесту Себе Искал Заболел Сидит Дома Буквально Вчера Нам Соседка Говорит Приносит Кошку Свою Говорит Можно К вашему Коту Потому Что Гуляет Кошка Уже Ну Невозможно Ничего Сделать С ней И Конечно Мы Не пустили Потому Что Кот Только Выздоравливает И Друзья Вы представляете Какой закон Подлости Для пацана Он Все И Вот Такой Облом У чувака Произошел Ну Ничего Он свое Наверстает Лишь бы Выздорел Александр Лакикар Огромное Спасибо За комментарий Так Время Есть Переходим Дальше Новинка Это Анбоксинг Катушек Там Это все Что я покупал Ярослав Абишев Добрый день Дмитрий Добрый день Ярослав Привет Из Кишинева Привет Кишинев На днях Довелось Подержать В руках Катушку Брейнап Впечатление Негативные Люфты Как у дешевых Китайских Катушек Гайки И винты Надо подтягивать Смазка Начала Вылетать После 10 Секунд Вращения И при мне Еще одному Клиенту Еще одному Клиенту Отказался От покупки Наверное Ваши катушки С другого Завода И оправдают Ваши ожидания Надеюсь Прикормка Эта фирма Хорошая Так как Я Я уже Купил Спасибо за Ваше видео Спасибо Ярославу Абишу Вот вы Меня удивили Ну уверен Что завод Нету смысла Наверное На разных Заводах Собирать Завод Одинаковый Но почему Так получилось Вот у меня Две катушки Прекрасного Качества Классно Собраны Все нормально Никакая Смазка Не вылетает Ничего Возможно Брак какой-то Возможно При транспортировке Что-то повредилось Не знаю Почему Так более того Скажу Я еще Думаю Даже Жене Приобрести Возможно Там на 8 марта Две катушечки Еще такие же Потому что Ей очень понравилось Я увидел Показывал Когда глаза Прямо Загорелись Тоже Рыбачка У меня Цена Доступная Не знаю Вот Посмотрим Ну Спасибо Тем не менее Очень интересная Информация Я даже Передам Наверное Вашу информацию Производителям Есть такая Возможность У меня В соцсетях Общаемся В Кишинев Еще раз Привет Ярослав Спасибо За комментарий Мы переходим Дальше Блочек 22 Виталий Раченко Отличный у вас Канал И спасибо За это Спасибо Виталий За Сразу же Позитив Кстати Друзья Позитив Это тоже Одна из целей Канала Афишинг Я даю вам Позитив Вы даете Мне В общем Обменяемся Позитивом И это Все Прекрасно Вливает На остальные Аспекты Нашей жизни В пятницу Заряжаемся Позитивом И нам Хватает До следующей Пятницы Переходим Дальше Скажите Пожалуйста А какие Именно Активные Частицы Как вы Сказали В видео Вы Добавляете В прикормку При ловле Флэта Наверное Копра Милас Или Кокосовая Стружка Молотой Зерной Конопли Или Гейзер Для Лобика Или Что-то Дорогое И секретное Так Руслан Гапонов Отвечает Ну Вот Видео 22 Бложик 22 Я вам Виталий Значит Так Сделаем Я Прямо Запишу Чтобы Не забыть И Тоже Вот Сейчас На следующем Виде Ну Видите Какие Классные У вас Идеи Для Видосика Следующую Неделю По Маркеру С ним Так Если Прямо Потому Что Знаете Пообещать И не снять Это Хуже Всего Маркер Записал И Активные Частицы Я себе Записываю Активные Частицы Все Написал Есть У нас Думаю Тоже В аквариуме Мне просто Саму Я об этом Как-то думал Саму Интересно В аквариум Покидать Посмотреть Потому что Я только Предполагаю Ну Чем я пользуюсь Пользовался Кокосовой Стружкой И сухой Коноплей Можно Молотой Можно Целыми Зернышками Сухой Не замоченный Не Не варенный Не жаренный Просто Сухой Сырой Коноплей Вот это Дает Активный Иногда Очень Реально Друзья Выручают Так Виталий Спасибо За идею Для Видео Через Среду По идее Мы снимем Либо Повезышки Снимем Я подумаю Там же Выставка Будет Скоро В общем Класс Загрузили Друзья Работы Низкий Поклон Вам За это Потому что Реально Уже Конец Чем ближе К сезону Тем Сложнее Какое-то Видео Честно Вам Признаюсь Но Идея Есть Так Виталий Раченко Спасибо За Комментарий Руслан Спасибо Что Ответили Это Видео Было Бложик 22 Теперь Бложик 22 Снова Видео Виктор Коберник Каким Пельчиком Пользуетесь Значит Ох И тут Прямо Цел Целая Целая Дискуссия Руслан Гапонов Тоже 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 Отвечал Спасибо И Виктор Отвечал Тоже Спасибо Значит Давайте Я вам Так Тут Руслан Гапонов Ответил И вам Если Интересно Прочитать Бложик 22 Видео Виктор Коберник Спрашивал Пелесом Пользовался Трофеем Пользовался Брал Господи Траппер Потом Карпио Ну в принципе Давайте так Чтобы уже По торговым маркам Сильно не идти Я разделяю Пелесы на два вида Есть Пелес Который Ну даже Наверное На два вида И на два подвида Наверное Так Можно Есть Пелес Который Полностью Растворяется А есть Пелес Который Просто Набухает И не Растворяется Именно Вот этот Второй Пелес Который Набухает И не Растворяется Очень Классно Лепить Во Флет Методную Кормушку Можно И первый Который Растворимый Но с ним Нужно Очень Аккуратно Играться При увлажнении А вот Со Вторым Там Все Попроще Так И Более Того Есть Пельчишка Который Просто Прессованная Прикормка Он тоже Имеет Право На Жизнь Это Траппер Преподал По-моему В прошлом Году Как Методный Пелес Но Он у меня Не сработал Он у меня Классно Сработал Маленький Двух Или Трех Или Четырех Миллиметровый Он у меня Сработал Как Добавка К К К К К Филеру Так И К Флет В правильном В правильное Русло В правильные Мысли А каким Конкретно Пользуюсь Все Вы увидите Друзья Мои На наших Рыбалках На наших Рыбалках Так Спасибо Виктор Коберник За вопрос За комментарий Так Тут Вы Продублировали Тоже Спасибо Далее Бложник 22 Ох У нас Я Все Так Как То Пытался Сотратить Бложники И Нифига И Это Очень Классно Спасибо Вам Друзья За Коментарии Виталий Емелин Емелин Виталий Емелин Прошу Прощение Если Неправильно Прочитал Бложник 22 Видео Виталий Емелин Питань Нема Один Чи Два Гачки Один Фидер Чи Два Ле Коли На Десни Присисисти Не встиг А Не встиг А от Тут Смика То Одного Достатньо Хоча По правді Мене Більш Притягує Спортивний Интерес Аніж Промисловий Тому Спорати Нема Сенсу Якось Так Да Я Пойму Друзья Тут Речь Йдет Один Или Два Фидера Использовать Я Все Таки Думаю Что Да Можна Влюбительське Рибалки Смело Использовать Два Фидера Кто Вам Сказал Такого Что Нельзя Использовать Два Фидера Да Хоть Десять Главное Чтобы Вы Не Занимали Слишком Много Места Не мешали Окружающим И справлялись Со своими Сностями Я Пришел К тому Что Два Фидера Я Справляюсь В большинстве Случаев И даже На Классической Фидерной Рыбалке Если Не Справляюсь У меня Не Проблема Никогда Сто Раз Уже Об Этому По Моему Говорил Нет Никакой Проблемы Просто Снять Один Фидер И Отложить В сторону Вот Поэтому Два Фидера Все Нормально Ну По Поводу Крючков Больше Одного Сейчас Не Ставлю Смысла Нет Вот Виталий Емилин Спасибо Вам За Комментарии Переходим Дальше Бложник 22 Я Сейчас Переключу Камеру Все Работает Водички Попьем Потому Что Много Вы представляете Уже Час Я Без Проблема В рту Уже Все Пересох Это Ж Я Так Натренируюсь Можно Будет В президенты Балтируется Они Что же Перестанут Транят Обещают Все Ну Мы Отличаемся Тем Что Мы Говорим Правду Поэтому Голосуйте Сейчас Голосуйте Товарищи Зат Дмитрия Нагурм До Следующих Президентских Выборов Я Не Хочу Туда Честно Так Хорошо Друзья Пошутили Поехали Дальше Саша Царов Бложник 22 Работает Камера Работает Саша Царев Ничего Не Выключает Ну Это То О чем Александр Скорцов В комментариях Говорит Ничего Не Выключает Флет С двумя Крючками Наоборот Как бы Я Не Подмечал Чем Больше Крючков Тем Больше Шансов Я Не За Убийцу Карася Но Не Против Пару Крючков Буду Делать Летом На Флет Именно По Два Крючка Но Не Более Главное Расположить Правильно Конечно Если Ловить На Хорошо Зарыбленном Платнике Спору Нет И На Одну Удочку Саша Царев Первое Что Хочу Сказать Вы Очень Сильно Ошибаетесь Если Думаете Что На Хорошо Зарыбленном Платнике Легко Поймать Рыбу Как Правило Хорошо Зарыбленный Платник Хорошо И Запрессован Там Проводится Как Правило Обычно Много Соревнований Рыба Очень Балованная Очень Напуганная Не Голодная Как Правило У нас Хорошо Зарыбленном Платнике Так Поэтому Зачастую Бывает На Платнике Тяжелее Что Поймать Рыбу Чем На Каком Нибудь Дикаре Это Раз По Поводу Двух Крючков Ну Нет Смысла Поверьте Мне Вы Даже Поэкспериментируйте Ради Интереса Половите Два Фидера Поставьте На Одном Один Крючок На Втором Два Ради Интереса Чисто Для Себя Я Не Собираюсь Вас Сильно Перебеждать И Еще Что Хочу Сказать Я Как Александр Скворцов Выше В Коментариях Написал Я Не Вижу Вообще Я Даже Не Могу Понять Куда Второй Крючок На Флет Метод Фидера Можно Поставить Абсолютно Не Понимаю Сверху Смысл Снизу Два Чтобы Они Вот Так Путались Постоянно Тоже Смысл Потом В чем Прелесть Флет Фидера Мы Крючок С Насадкой Лепим Прямо В Прикормку У нас Аэродинамика Хорошая Хорошо Далеко Летит Вы Два Крючка С Насадкой Даже Два Десяточки Пупап Вы Не Запрессуете В Кормушку Даже Если Запрессуете Возьмем Так У вас Будут Просто Вот Эти Все Пупап Между Собой Перекручиваться Но Смысла Абсолютно Нет Даже Если Вы Одеваете На Крючок Все Рано Крючки Наживку Крючки Будут Между Собой Перепутываться У вас Будет Лежать Снасть В воде Вы Будете Думать Что Что Такое Почему Не Клюет Все Очень Просто У вас Два Крючка Поэтому И не Клюет Ну Нет Абсолютно Смысла Абсолютно Выше Ставить Дальше Там Я не знаю Полметра От Не вижу Я уже Об этом Я уже Давно Прочитал 6 дней Назад Ваш Комментарий 6 дней Думал Абсолютно Не вижу Александра Царева Смысла Ставить Два Крючка Поэтому Напишите Пожалуйста Как вы Планируете Ставить Два Крючка В каком Примерно Расстоянии От Кормушки Как сверху Снизу Два Вместе Очень Интересно Почитать Ну И все Таки Поэкспериментируйте Я думаю Вы будете Приятно Удивлены Тому Факту Что Один Крючок Намного Эффективнее И намного Проще В работе Благодарю За Комментарий За То Что Вы Сказали Своё Мнение Мы Переходим Дальше Но Не Переходим Потому Что На Этом Закончились Комментарии Саша Царёв Ещё Раз Спасибо Итак Друзья Я Давайте Ещё В конце Видео Я вам Напомню С какими Торговыми Марками Предварительно Есть Договорённость И Кому Вы можете Задать Вопросы Это Торговая Марка Сальмор Трофей Брейн Технокарп Джи Стрим И Карп Классик Бейс Шесть Пока Торговых Марк Я Обзагну Наверное Ещё Пока Что Ответов Нету Я Многим Запрос Дал Ответов Нету Так Если Вы Ещё Представитель Какой-то Торговой Марки Будете На Выставке Если Вам Есть Что Показать Подписчикам Канала Афишн Конечно Обращайтесь Есть Моя почта Есть Мои Контакты В соцсетях Давайте Свяжемся И договоримся Об этом С удовольствием Абсолютно Бесплатно Это всё Друзья Мои Если Вы Не Продаете Сети Электроудочки И Убийцу Корыся Для вас Это всё Бесплатно Если Вы Продаете Это всё Для вас Это Тоже Доступно Но Платно Минута Миллион Долларов Будет Стоить Именно Для таких Браконьерских Снастей Минута рекламы На канале Афиш Миллион Долларов Друзья Хорошо И Я От вас Жду Пожалуйста Задавайте Вопросы Любые Вопросы Производителям Которых Я Сказал Друзья Мои Это Будет Интересно В том Случае Если Вы Не Поленитесь И Напишите Свои Вопросы Можете Прямо Подряд Всем Производителям Указывайте Вопрос Всем Производителям Почему У вас Такие Дорогие Снасти Или Вопрос Торговой Марки Сальма Что угодно Дайте Скидку 100% От вас Друзья Будет Зависеть Насколько Интересно У нас Получится Выставка Но Ожиданий У меня По этому Поводу Очень много И Если Все Классно Получится Конечно Мы Привлечем Еще Больше Подписчиков И Конечно Наша Мечта По поводу Создать Сообщество В реале Будет К нам Чуть Ближе На полшага В общем Друзья Спасибо За ваши Комментарии Перепрописывайте Обязательно Бложик Как Всегда Не Хочу С Вами Прощаться Но Приходится До Встречи На Канале Афишинг И Всем Пока Продолжение следует